на аккауте конфедерата играет сопротивленец соответственно он примерно понимает тайминги вот вообще я бы хотел бы записать несколько коротких боев вот для того чтобы вам продемонстрировать игру на морских картах все нюансы здесь я буду использовать разведку пехоты потому что ветка у меня достаточно высокой есть возможность забрать побольше ресурсов на суше но в принципе мне удается здесь забрать один ну два контейнера забрал вот успеваю построить кайманы по море я мог бы забрать конечно получше но за счет ветки умений все-таки удается мне отжать этот контейнер здесь я даю ничего страшного вот направляясь дальше здесь я заберу а здесь легкий недоконтроль вот надо было конечно это контейнер забрать в любом случае у меня преимущество два ящика которые забрал на суше и вот здесь на этой карте конечно тяжело играть большим количеством центров снабжения то есть развитие то есть сразу пойти не можешь и приходится довольно долго играть на третьем уровне штаба с учетом того что здесь находится контейнер на море я никак не могу за него сражаться но мне надо обязательно разведать базу оппонента что я на самом деле не сделал то есть вот опыт тренировки надо было насторожиться что там много дельт да и подобная карта подразумевает постройку торпеды то есть у тебя нету возможности построить много центров снабжения вынуждены играть на пяти либо шести вот потому что приходят дельты и ты уже никак не справишься без торпеды вот минус аллигатор в движении у дельты увеличили урон потому что увеличили меткость движение дельт ну и соответственно не знаю зачем данное нововведение было принципе так урон был достаточно большой зачем двигать дельта мне непонятно ну да ладно вопрос конечно к разработчикам забрал он у меня много ресурсов то есть где-то 900 ресурсов плюс аллигатор это 1200 и вот это количество ресурсов он может вложить в цербера ну и соответственно далее давить меня с дельтами на сушу то есть допустим дельты подходит отсюда может так будет быстрее до контроль моря и зайти вот так вот дельтами ну а в дальнейшем использовать своего цербера я же свою очередь должен выставить аллигаторы примерно вот сюда что противник не зашел мне стылу и поставить вот сюда пару торпед то есть атаковать я в любом случае никак не могу здесь одна две торпеды один викинг этого достаточно будет для обороны ну и в дальнейшем без пушки без осы мне конечно будет тяжело играть то есть я вынужден играть на 6 центров снабжения направляя флот наверх понимаю что может зайти принципе отсюда то есть торпеда тоже нужно у меня есть какая-никакая разведочка направляюсь вперед аллигаторы мои намного мощнее потому что ветка умение у меня чуть повыше вот то есть играть мне будет намного более комфортно но с учетом того что оппонент не реализовал свои дельты он пытается использовать викинги и начальные вот ну это неправильное решение я здесь его с легкостью перебью тем более что он никак не замедлил меня в развитии то есть как было мне 7 центров снабжения так и осталось но здесь уже конечно развал кабины надо было противник по выходите в героя в дельты реализовать свою армию закрыться на базе ну и потихонечку идти в следующий уровень штаба а с учетом того что у меня 4 что было бы недостаточно быстрый там было бы намного больше торпед если вы противник меня не рашил вообще при всем бы заранее сидел бы на базе ну и таким образом сопротивление было бы намного тяжелее выиграть но понятное дело что до заказ здесь справится я потерял осу но ничего страшного есть много казарм есть хорошая экономика ну а противник уже потерял всю инициативу и не реализовал свою стратегию который под федерат может реализовать но сопротивление должно ставить пушку на аккаунте конфедерата будет играть сопротивленец довольно опытный я считаю что один из сильнейших сопротивленцев у него не самый сильный аккаунт но вот в блиц он показывает чудеса то есть у него хорошее понимание игры вот есть микроконтроль но не самый лучший но вот стратегические хорошее понимание игры забираем ресурсы попробую подраться за первый контейнер не знаю получится ли есть два завода койотиков вот кто говорит что надо строить броненосцы ну да я успею построить броненосцев ну понятное дело что здесь уже бессмысленно потому что если там много штурмовиков но на такой карте к сожалению она слишком короткая здесь даже каюты не помогут ни единого шанса у тебя забрать этот ящик а вот только если ты там разменяешь своих стрелков на штурмовиков ну это бесполезно так появляется циклон избавляемся от него дальнейшая разведка вижу здесь скорее всего цербер будет строиться но цербер очень поздний потому что я уже вышел в крота то есть есть определенное преимущество ну я играю стандартно есть там одна вышка для защиты и строю снайпер потому что понимаю что на подобной карте без снайпера я ничего не сделаю вот ну вот чуть-чуть не хватило опыта противника забрал пару юнитов там одну крепость пару штурмовиков уже неплохо реализовала свою крота я знаю что в атаку и в любом случае пойти не могу поэтому три турельки почему бы не использовать оппонент играет градом сожалению нет ни единого шанса его пробить лечу свою армию широкий фронт у меня есть снайпера которые мгновенно конечно падают ну вот допустим вот этот койот он отвлекает грабы что уже принципе неплохо избавляясь от взяться здесь но вот незадача если я не пробью вот эти грады то их уже будет 7 штук и дальше уже тяжеловато будет вот здесь уже 56 градов я к сожалению не уничтожил вот это здесь критическая масса то есть но продавить я уже никак не могу единственно что меня спасает то что я забрал довольно таки много зевсов то есть ягуаров хотя бы у меня уже побольше по другому играть на подобной карте нельзя я штурмую но все мои силы заканчиваются закончились снайпера но я выиграл немного времени 10 минута то есть да нету нет все-таки есть четвертый уровень штаба нет молодец значит молодец следующий уровень штаба там грады и понимаю что если противник откажется сейчас играть градом и выйдет солярис то это уже будет гг но он строит огнеметчиков то есть мне надо сейчас желательно его штурмовать он вышел на центр и должен строить на самом деле солярис но не терять свою армию вот я вынужден отступать снайпер я уже не строил гренадер чеки у меня были ну они уже бесполезны естественно я реализовал вот и держу противника на дистанцию меня тут снайпер то я одна штучка я начал заказывать стрелков потому что там бабы градов надо их отвлекать заставлять грады бить в никуда вот огнеметчики тоже без контроля они должны стоять на месте вот сейчас он уже поставил на стоп отлично снова огнеметчики пошли вперед это ошибка то есть он их теряет на пустом месте но я стараюсь держать широкий фронт потому что мне нужен левиафан по-другому на подобной карте ну лично я не понимаю как играть только так можно выиграть вот а конфедерат в принципе должен не терять слова серафима и выходить солярис выходить солярис выиграть центр а потом уже в солярис ну и может быть серафимом зайти в тыл потненько потненько ну вот такая вот маленькая карта по-другому не сыграешь и так карта платоту in если на прошлой карте играл брат данного игрока то сейчас хозяин и здесь есть пара нюансов я постараюсь не задерживать данное сражение в ролике итак у оппонента очень большой опыт игры на этой карте соответственно он хорошо здесь разведывает вот уже пехотинец его здесь стоит здесь его пехотинец тоже стоит но я все-таки заранее удачно направился до стрелка то есть мне удалось забрать этот ящик но здесь конечно не получилось вот он подбирает контейнер на данный момент у противника на два ящика больше то есть он забрал вот этот контейнер он забрал вот этот контейнер то есть это уже на два ящика и он заберет вот этот тот же что и я я забираю здесь и я забираю здесь то есть пока что пополам но он забрал вот тут контейнер это меня тоже надо показать вот я пробежал мимо а конфетерат уже находится здесь соответственно пока что у него преимущество будет два ящика потому что он подберет еще один вот здесь и так ящики подбираем своей половине ему не отдал но в любом случае противник забрал на два контейнера больше он забрал вот этот ящик и вот этот ящик остальное пополам я к сожалению не успел поставить здесь электростанцию то есть у меня один завод койотиков вот пока я бегаю по карте у меня как раз хватает ресурсов на электростанцию я ее не успела поставить все это требует должного контроля но повторюсь у противника хороший опыт на этой карте то есть он понимает что надо делать но вот он не успевает забрать этот ящик потому что ну разведка у него было явно хуже чем обычно я решил выйти в кречет с учетом того что у меня есть преимущество на один контейнер да может быть я чуть-чуть запаздываю в развитии но она по крайней мере пополам у нас вот что уже принципе неплохо посмотрим что делает оппонент направить своего койотика направлю его нет долго думала строю кречеты игуары дикообразы у меня 7 центров снабжений или 858 центров снабжений то есть быстро развиваясь но повторюсь у меня ветка выше поэтому чуть побольше ресурсов было и так разведка и здесь оппонент делает ошибку у него 9 центров снабжений что уже неправильно и он выходит одновременно и зерс и тайфун который мы на самом деле не нужны в серафим и вертекс это слишком дорого он не должен был строить тайфуны и соответственно несмотря на то что казалось бы у нас развитие по бы одинаково но я быстрее выхожу чуть-чуть в крота вертексов возможно у него будет плюс-минус одинаково но я уже сижу на его базе то есть он топливо тратит вот у него есть два вертекса у меня есть два кречета я ему сейчас продамажу попробую нет не получилось но топливо противник любом случае тратить и хп тоже тратить то есть оппонент он привык получать где-то на 5 контейнеров может быть даже на 6 контейнеров больше на этой карте и он играет соответствии с тем как он играет обычно а именно от лучшего развития за счет большого опыта здесь ему надо было кстати забирая контейнер здесь ему надо было кстати поставить казармы сзади закрываться на базе ракетки не нужны но так может быть пару тайфунов 4 вертекса достаточно кусая его серафим я его сейчас наверное заберу нет не забрал но по крайней мере продамажил использую гренадеров с учетом того что у него нету антипехоты ну и все я его продавливаю у меня казалось бы здесь техники не намного больше но все-таки дикобразы есть а никакой никакой урон наносит я уничтожаю ему переднюю линию он тратит топлива вертекса забрал мне к сожалению 23 дикобраза вот я продамажил ему вертекс то есть уже три штуки он уже не сможет дикобраз забрать за один залп вынужден будет тратить топлива ну и все оппонент поплыл да я могу здесь потерять кречет но у меня уже 88 кого я добавлю себе еще одну казарму до гренадеров но я его уже все продавил до вышел цербер но не хватило ему критической массы чуть-чуть опыта потому что он привык играть в других таймингах но да мы сыграли один раз на этой карте первый раз он прям развалил меня и серафимом и взяв со счетом и вертексом потом луч то есть прямо у него все хорошо было потому что я плохо собрал карту но уже второй третий раз как вы понимаете ну у меня значительно легче будет играть потому что надо играть тренировку чтобы понимать тайминги игры иначе сильного оппонента ты не продаешь так как обычно в общем прошлом сражение все мелочи показал надеюсь вы поняли мой помысл что и как почему ну а здесь меня противник удивил он играл долго на третьем уровне штаба что на самом деле странным и забрал хорошо ящики направляя здесь контейнеры здесь наверное заберу забираю молодец пока что получше ай-яй-яй не пожадничал то есть по ящикам у нас пока что одинаково неприятно хотелось бы побольше забрать его смотрите у меня казалось бы да есть два завода койотика готовится асану я уже никак его не могу передавить что мне не хватает критической массы но есть у меня койотики ну это три штуки он с легкостью их перебивает стрелков у меня мало да я вроде бы отвожу убитые стрелки но это все бесполезно то есть если у тебя 4 койотика там много штурмовиков ну но чё ты сделаешь ты банально не успеешь перебить здесь всю армию и пойти вот сюда только если бы я шел бы вот отсюда вот отсюда но там была бы критическая масса то есть мне единственный шанс это перебить его здесь а потом уже сражаться на контейнере то есть к сожалению ящики отдал и возможно даже ушел минус по ресурсам ладно противник меня опережает но отставать мы не будем я понимаю что он этих штурмовиков может использовать сражение за второй контейнер я пытаюсь насколько это вообще возможно хоть немного перебить ему армии серафима нет уже неплохо отстраивается он возможно будет идти вертекс я вынужден отступить там уже есть тайфун но хоть немного чуть-чуть я продамажил его армии но у меня кусты не заняты то есть здесь нет пехотинца здесь нет пехотинца тут 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 нет пехотинца тут нет пехотинца тут нет пехотинца то есть мне нужно где-то 56 пехотинцев это много ресурсов где-то 200 250 и я уже довольно сильно отстаю мне надо уже разведку послабее делать я понимаю что мне нужны снайпера чтобы сражаться за второй контейнер попробовал я выбить ему завод но это все бесполезно здесь он меня увидел ладно но вот за второй контейнер он почему-то не стал сражаться хотя у него целая куча пехоты серафим не знаю почему он должен был выходить именно на меня взлетели вертексы или один вертекс тратить там топлива уже выстрел какую-никакую разведку понимаю что скорее всего на севере будет находиться моя армия поэтому надо пехоту на юг поставить и выхожу в четвертый уровень штаба как можно быстрее потому что возможно там будет соляриус этот бой мне не понравился тем что у меня 4 уровень штаба у противника 3 но я не могу его передавить никак смотрим что здесь пехота бесполезная немного ее продамажил и вот казалось бы да здесь 4 зевса а у меня ягуаров 5 штук 6 крот есть но я не могу его перебить все ягуары закончились то есть я не перебил его армию слишком много было пехоты у противника но прямо неприятно неприятно проиграть вот так вот на пустом месте сражения и здесь я понимаю что там вертекс есть и все мне уже вас база не выйти я думаю ладно посижу я на базе не буду идти вперед вот противник пошел с этой стороны забрал мне один завод или казарму таком казарму снайпера проверяю четвертый уровень штаба вот здесь 4 скоро будет солярис сражаться за этот контейнер но в принципе можно но тоже тяжеловато будет потому что там вертекс и серафим и мне надо оставить часть дикообразов на базе здесь много дикообразов ай-яй-яй минус дикообраз минус 2 ягуара неудачно их поставил слиплись но по крайней мере он не давит меня с база то есть он мог бы разменять вот этот контейнер но при этом зная что я отошел пойти вот сюда выбить с помощью серафима и ну ладно серафима у него не было но с помощью вертекса да там его было мало одна штука но он этого не сделал он решил разменять свой вертекс своего зевса на два дикообразы 2 ягуара но имеет место быть на самом деле меньше у меня критическая масса но любом случае ягуаров у меня немало примерно одинаковое количество сейчас должно быть тебя нет даже больше я же не потерял их там только тайфуны есть и вот казалось бы у меня целая куча армии 116 противника явно будет поменьше но вот выходит солярис и все я уже его никак не могу штурмовать конфа можно штурмовать тайфунами и солярисом а я штурмовать солярис и тайфуны не могу вынужден отступить постоянно перегруппировалась на базе у меня стрекоза я знаю что там может появиться серафим и вертекс и соответственно ну что я буду делать на базе то ничего то есть стрекоза мне нужны вот два тумана появилась еду в атаку сколько здесь зевсов считая не вижу здесь 1276 зевсов а нет один щит есть но далеко у меня ягуаров ну 126 фуку ягуаров наверное чтоб 8 казалось бы да но я в атаку не могу пойти все забрал ему зевса я уже должен его продавить да а вот нифига там вертексы взлетели и хопа лёвик уже не играбелен а я его терять не хочу если потеряю лёвика то там солярис будет меня кошмарить ну вот я пытаюсь конечно его штурмовать насколько это вообще возможно но как же плотно играет конфедерация и все у меня уже три ягуара даже с хорошей защитой ну какой контроль не контроль у тебя ну все ягуары закончились 115 сейчас я возьму вот так у всех своих стрекоз но живучий конца даже с счетом того что я вроде бы и ударил его лёвиком ну принципе все противник поплыл но сам факт если бы он не пошел бы вот сюда сливать свою армию то он бы спокойно играл бы на равных и продавить его с одинаковым количеством кого я никак бы не смог лёвик бы мне не особо помог мало хп библиотекет библиотеке